Добрый вечер, в прямом эфире Атамикен Бизнес Ченнел, программа «Время говорить». Сегодня мы обсудим законопроект, который прошел первое чтение в Можилисе парламента накануне об изменениях в налоговый кодекс. В гостях у нас сегодня председатель правления Национальной палаты Атамикен Казахстана Аблай Сабейкович Мирзахметов. Добрый вечер. Добрый вечер. И у нас будет очень открытый диалог в прямом эфире. Параллельно идет трансляция в Фейсбуке, поэтому вы можете задавать свои вопросы. Мы постараемся ответить на них в прямом эфире. Аблай Сабейкович, давайте начнем, наверное, с самой горячей темы вчерашнего заседания. И в общем, налоговый кодекс, который беспокоит предпринимателей, это порог на НДС, который будет снижаться плавно, постепенно, до 2020 года. Добрый вечер, Галия. Я, во-первых, первый раз в вашей студии и хотел бы поздравить с той работой, которую Атамикен Бизнес Ченнел набрал свою аудиторию. И как раз это наша целевая аудитория, и Атамикена, поэтому мне приятно быть сегодня в студии. Тем более повод очень такой острый и давно обсуждаемый. Я хотел бы кратко вернуться к предыстории, откуда этот вопрос начинался, чтобы всем нашим слушателям и зрителям была понятна история вопроса. И хотел бы очень подробно, да, я не исключаю, что у нас очень много бывает закрытых разных совещаний правительства, но понимая, что сейчас интерес общественности большой к этому, ну и в целом, чего тут скрывать, это уже все история. Я хотел бы подробно рассказать и о тех вещах, которых, может быть, не было в общественном поле зрения. Как вы знаете, был принят план «Наций 100 шагов». В рамках него глава государства поставил задачу правительству внимательно изучить и посмотреть вопрос замены, возможно, замены НДС на налог с продаж. Но там было именно так, что не было установки заменить, а именно было поручение изучить все последствия и внести соответствующее решение. В рамках исполнения этого шага, соответствующие уполномоченные органы, я буду подчеркнуто говорить о том, что это уполномоченные органы. Вы знаете, что в 2014 году у нас была серьезная реформа госуправления, и министерства получили большую долю ответственности и полномочий. Поэтому они, как и уполномоченные органы, несут это крайне важно, чтобы понимать поле каждой ответственности, кто за что отвечает. Уполномоченный орган по налогополитике был Министерством национальной экономики, она совместна с Министерством финансов, которое в составе имеет комитет госдоходов и отвечает за сбор налогов. Политику отвечает Минанский фонд. Они подготовили в рамках этого плана свои поправки, была создана рабочая группа, и все лето, прошлое лето мы обсуждали эти поправки. Кроме обсуждения ключевого вопроса, то есть замены НДС на НСП, параллельно все это было преподнесено разработчиками, что нужно, прежде чем НДС на НСП, нужно бы посмотреть снижение порога, что у нас очень много льготных зон. Вопрос ставился так, очень много льготных зон, и очень большое количество бизнеса находится в такой льготной зоне, и они фактически не платят НДС, ну и так скажем, упрощенка, вы знаете, и это все взаимосвязано, потому что порог НДС и упрощенка это связано. Вот сумма отсечения, это примерно 30 тысяч МРП, в прошлом году это было более 66 миллионов денег. То есть те предприятия, или в основном это индивидуальные предприятия, которые имеют годовой оборот более 66 миллионов тенге, они не платили НДС, они могли работать по упрощению. 3%? Да, 3%. Значит, и был постановка вот этого вопроса. С первого же дня обсуждения, примерно у нас конец мая-юнь прошлого года, очень бурно мы обсуждали, по нашей инициативе мы провели несколько видеоконференций, у нас есть видеоконференции со всеми областями, были приглашены, мы понимали, что этот вопрос значимый, ну и для всего поля, бизнес-поля, и в первую очередь касается малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, которых у нас почти миллион в стране. Поэтому, понимая значимость, мы пригласили их и провели, скажем так, максимально, постарались широко это обсудить. В ходе этих обсуждений приходил господин Нергожин, были ответственные замминистры, департаменты, которые презентовали эти подходы. Ну, первое, что сам в глаза бросился, и что сразу у всех вызывает отвержение, это постоянная ссылка на опыт Норвегии. То есть нам, разработчики, сразу предлагая вот эти инновации, сразу предлагали опыт Норвегии. Ну, очень странно, конечно, что мы сразу, понятно, мы поставили себе амбициозную задачу войти в 30-ку, но все-таки сразу начинать Норвегию, которая входит, наверное, в первую пятерку стран, если по стандартам и Уэстер, и развитых стран. Ну, сразу взяли стандарты Норвегии, вот в Норвегии такие-то пороги, в Норвегии бизнес, допустим, 15 тысяч евро оборот, и все остальные платят, или там нулевые, и нам начали эти примеры. Естественно, это все вызвало у всех невосприятие, ассоциации, особенно региональные ассоциации, я благодарен, они были очень активны, особенно в регионах малый бизнес, и региональные ассоциации очень были активны. Значит, первое несколько обсуждений сразу показало, что бизнес не воспринимает малый бизнес, и самое главное, мы не просто популистически говорили, что мы против этого, мы четко привели аргументы о том, что какие риски это влечет. Первый риск с чем связан? Опять, очень важно, я очень хотел бы подробно остановиться, я понимаю, набраться зрителей терпения, потому что это крайне важно понять всю историю, как мы дошли до сегодняшней ситуации, и как нам дальше двигаться. Значит, в начале 2015 года, вы знаете, 2015 год начался непросто, вы знаете, что был овал российского рубля, какой стресс переживала наша экономика, началось падение в России, начались уже в отношении России санкционная политика, начал замиляться темпы в России, нашего главного торгового партнера. Значит, вот этот вилка рубль, тенге тоже сильно лихорадил нас до того, когда мы уже отпустили курс. Плюс уже начали падать основные цены на основные экспортные позиции, соответственно, уже и бюджет, и в целом экономика, ну и, скажем, спрос в экономике, он стал уже падать. И в этой ситуации, в начале 2015 года, если не ошибаюсь, в феврале, глава государства, проводя расширенные заседания, давая установку, четко поставил задачу, что в этих условиях нельзя допустить роста налоговой нагрузки на бизнес. Вот четкая установка. Значит, мы исходили из этого и, в первую очередь, всем разработчикам сказали, очень странно выглядеть, что в условиях, когда надвигаются вот такие штормы, вызовы, уже в июне, когда мы уже обсуждали вот эти поправки по снижению вот этого порога по НДС, этих льгот для индивидуальных предпринимателей, вот в условиях, когда они входили в эти вызовы, тут еще вот эта вилка долга, которая до августа держалась диспаритет со российским рублем, когда хнул дешевый российский импорт, и вся торговля, где основном наши ИПЗР, ИБД действует, и в виде малого бизнеса, они все начали испытывать серьезное давление. Плюс внутренний спрос сокращался, потому что, я как уже сказал, доходы бюджета начали падать, бюджетные расходы по линии ГОС всех расходов, соответственно, и нацкомпании тоже стали сокращаться, ну и потребители тоже начали снижать свои расходы. И в этих условиях поднимать, ну, снижение вот этих льгот, это, собственно, то же самое, что увеличивает нагрузку. И в этих условиях это просто не то, что контрцикличное, это контрпродуктивно было. Это первое. Второе, на что мы обратили внимание, что цифры, которые приводили разработчики о том, что в результате этого всего лишь там 80 тысяч, например, называлось, тогда, я хотел бы подчеркнуть, летом прошлого года предлагалось 10 раз снизить порог. То есть это было 30 тысяч МРП, около, я сказал, 66 миллионов. То есть предлагалось до 6 миллионов, то есть все те, кто имеет годовой оборот более 6 миллионов, это фактически можно было бы считать, что весь СИП платили бы. То есть они все являлись бы плательщиком НДС, становились на учет, ну и несли бы всю соответствующую ответственность связанную с уплатой НДС. Самое главное, вот десятикратно, я просил бы зрителей вот запомнить этот момент, то есть предлагалось десятикратное, я думаю, шоковое снижение, и мы говорили, что это приведет к серьезным последствиям. По нашим данным, речь шла не о 80 тысяче, то есть мы просто взяли данные комитета госдоходов 2013-го года, 2012-го, потому что, к сожалению, многие данные закрыты, и, честно говоря, диалог, который мы ведем с разработчиком, он всегда такой. Садятся соответствующие лица ответственные, берут какие-то таблицы, вот так рукой прикрывают, и начинают, говорят, вы знаете, вот там, это коснется стольких-то, налоговые там данные такие-то, налогонагрузка такая-то. К сожалению, вот в такой закрытой форме вести диалог очень тяжело, у нас таких данных нет. Но, тем не менее, мы нашли эти данные 13-го года, он показал, что СГД, то есть совокупный годовой доход, тех, кто больше 6 миллионов, их было 400 тысяч. То есть, по нашим данным, 400 тысяч индивидуальных предпринимателей в один момент остановились с платежиком НДС. Это просто, я считаю, было шоково, и тем более в тех условиях, в которых экономически это принималось. Второе, помимо вот этого, как бы, просто алогичных действий в условиях сложившей экономической ситуации, когда была четкая установка президента, предлагалось это. Второе, и самое, наверное, тоже существенное, ИП, когда работает по упрощенке, это понятно. Форма отчетности и сам счет понятен. ИП, надо понимать, все-таки это небольшие семейные предприятия, или там несколько человек, как правило. И когда ИП не имеет профессиональных волтеров, особенно в сельских местах, в моногородах, то есть размеры этого бизнеса, компания, надо понимать, все-таки это такой небольшой семейный бизнес, может быть чуть больше. Даже один человек. Да, я, конечно, понимаю, что мои оппоненты из комитета госдоходов могут организировать, конечно, они могут из миллиона предпринимателей принести несколько тысяч фактов, где среди этих ИП числятся, может быть, какие-то подразделения, как они говорят, дробятся. То есть они говорят, крупные компании дробятся, пользуясь вот этим порогом, и уходят в необлагаемые зоны, и часто нам приводят. Вы помните, как все начинало? Сперва было все это так хорошо продумано, пиар-компания. Сперва мой уважаемый, Даулет Ергожин, опубликовал про рестораны, известные в которых мы все бываем, любим рестораны, про них, как они не платят. Налоги, списки опубликовал. И показывал пример, что известные рестораны, я не хочу сейчас называть их имена, они дробятся, и что, имея приличные обороты, уходят от налогоблажений. И вот этот пример показывал, что как же так, что предприниматель пользуется вот этими лазейками, и не платит, и все это бюджет не получает, соответственно, и социальные расходы, и так далее, так очень арт-подготовка такая хорошая шла. Мы все это понимали. Но вот эти, скажем, да, эти примеры есть, о них тоже надо думать. И правильно, вчера тоже Бешенбайя говорил о теневой экономике, важности, что вот это снижение порога позволит нам вытащить часть бизнеса из тени. Это был ключевой аргумент. Но как-то все-таки это все звучит и выглядит не так сильно аргументированно. Если мы снижаем порог, то, наверное, нам еще больше будут тропиться. Если сегодня там компания разделилась, примерно если имеет 300 миллионов оборотов на 5 типа, ну, завтра на 10 типа разделится. И ничего хорошего мы из этого не выиграем. Но продолжаем. Самое главное, что для этих маленьких ИП, особенно в сельской местности, придется брать профессиональных бухгалтеров. Это, во-первых, дополнительные затраты, дополнительные заморочки с бюрократией. НДС очень сложный. Я просто приведу пример. Мое общение с крупным бизнесом. Александр Николаевич, Белович, руководитель, учредитель компании базис, крупнейший, он расскажет, что я содержу две бухгалтерии. Одна бухгалтерия обычная традиционная и специальная бухгалтерия большая, которая только занимается НДС. Потому что много субподрядчиков, круг, и это очень сложно. И даже такие компании, которые имеют возможность и содержат такой штат, и у них сложности, тем не менее, постоянно возникают какие-то разбирательства по уплате, учету и так далее. Очень сложно. И теперь мы этот налог хотим снизить и поставить вот эти 400 тысяч ИП попадали в зону риска по уплате НДС. И это, конечно, самый серьезный риск внесло. Это и бюрократию порождало, а самое главное в этих сельских других местностях фактически вы таких бухгалтеров и не подготовите. Их нету, которые могут профессионально помогать по НДС. Но это и дополнительные затраты. Надо понимать уровень этого бизнеса. Теперь, значит, все эти споры закончились тем, все лето мы говорили, четко поставили позицию, официальное письмо, экспортное заключение. На всех встречах официально сказали, что мы возражаем, считаем, что это неправильно, преждевременно, и это нагрузка на бизнес, и не коврем, и этого не нужно делать. Значит, тем не менее, в начале сентября, невзирая на наше отрицательное заключение, разработчики внесли его в Можилис. Значит, Можилис внесли с такой нормой, что с 1 января 2017 года, в начале, с 1 января 2017 года они внесли, что в 10 раз снижает порог. До 3000 мертв. Да, до 3000 мертв. Значит, мы обратились к Можилисменам, у нас начались консультации, мы понимали, что теперь, раз она, битва будет в Можилисе по этой поправке, и, в принципе, мы в Можилисе нашли понимание, в частности, я могу сказать, что Карагусу Жанжамписну, которая возглавляет комитет по финансам, бюджету, как раз ее комитет ведет все вопросы по налогам, у нас состоялся обстоятельными мнениями, она тоже поддержала, и, в принципе, имея эту поддержку, мы начали готовить, так называемое общественное слушание. Хотел бы сказать, что кроме наших возможностей давать экспортное заключение, но наши зрители должны понимать, что экспортное заключение палаты, они имеют значение по закону, но, тем не менее, это не право вето. То есть, в принципе, разработчик, да, разработчик может, там, дать аргументированный ответ и продолжать. Ну, собственно, нам такие ответы и присылали, что вот опять теневая экономика, что вот нужно, что у нас очень много там бизнеса дробится, и так далее, приводили примеры Норвегии, и так далее, и, собственно, под этой маркой и дальше. Но самое интересное произошло чуть позже. В начале сентября, когда законопроект только зашел, мы жились. И мы только собираясь, мы жились обсуждать, мы узнали, что министр национальной экономики, тогда я фамилии не хочу называть, у меня нет задачи сейчас разбираться в персонале, то есть, конкретно разработчик, вы сейчас поймете, почему я подробно рассказываю, выяснил, взносит письмо, или как обращаются в общем к Арагусовой, как к представителям комитета, который ведет рабочую группу на законопроект, что они хотят поменять теперь свое решение не с 1 января 2017, а с 1 января 2016 года хотят, то есть, фактически, если сентябрь, то есть, через 3 месяца хотят вести вот эти шоковые, скажем, подходы по налогоблажению, хотят вести. Мы об этом узнали, естественно, мы пошли на такую самую, что есть в наших арсенале, в законе национальной палате предпринимателей, это публичное общественное слушание. Мы фактически, только, по-моему, раза два прибегали за 3 года нашей деятельности к этому, но это был самый показательный случай. Буквально в течение 5 дней мы собрали со всех ассоциаций подписи и организовали общественное слушание приглашением руководства фракции Нур-Отана, Ахжола, коммунистов, то есть, всех парламентских фракций партии, депутатов, мы провели это общественное слушание и в первую очередь благодарны, наверное, СМИ, которые активно это освещали, учитывая такой резонанс. Если не ошибаюсь, 13 сентября прошлого года мы провели общественное слушание, в котором выразили полное несогласие и указали на такие очень серьезные последствия, которые могли произойти, если бы с 1 января 2016 года в 10 раз снизили бы разработчиков. После этого две недели у нас были серьезные разговоры в руководстве правительства. Скажем так, меня пригласили к руководству правительства. Началась разбирательство и в ходе этого разбирательства хотел бы сказать, что по персоналям было поручено первому тогда вице-премьеру Сагентая Бахшанабировичу, но не премьеру, поручено премьерам Масимов полностью разобраться на чьей стороне правда. То есть, они услышали нас о заботе, потому что вот эти общественные слушания показали. Было подписи более 100 ассоциаций, поэтому, конечно, депутаты, все, на это нельзя было. Мы обратились, мажелись с этим публичным обращением, подхватили и другие бизнесмены, много было комментариев, прессы, и, значит, две недели поручено было Сагентаеву разобраться. В ходе этих разбирательств, мы в узком кругу разбирались, я представлял и еще мой заместитель Атата Микена, и были министры финансов, министры национальной экономики и комитет госдоходов. Детально разбирались две недели. И в ходе этих разбирательств выяснилось, во-первых, что все-таки вот эти наши опасения, что 400 тысяч ИП могут попасть, все-таки они обоснованы, их мы не смогли опровергнуть, потому что это данные были СГД совокупного годового дохода, который нам предоставил КГД. Поэтому то, что 80 тысяч всего лишь коснется, и цена вопроса там была смешная, если не ошибаюсь, тоже там речь шла о 80 миллиардах тенге, которые дополнительно пытались наши полномочные органы получить вот такой шоковой реформы налогов одномоментно для вот такой огромной армии индивидуальных предпринимателей. Мы кроме этих рисков показали цифры. Выяснилось, что с 2009 года, как вот этот существующий налогокодекс вступил в силу, и в нем были вот эти нормы по порогу, по льготам, на 62% выросло количество ИП. То есть результат налицо. За счет того, что мы дали такое налоговое поле, такие льготы, такие преференции, в принципе, бурный рост показал. И говорить, что все эти 62% это всего лишь те, которые дробятся, или для того, чтобы какие-то серые схемы, ну это, абсурдно. Да, там есть эта проблема, никто не отрицает. Но они настолько великые. Бизнесы не все, не все мы понимаем, мы всегда стоим на стороне добросовестного. Да, есть бизнесмены, которые нам сходят. Но если даже эти схемы легальны, то надо думать, как тогда вести исследование и как с этим бороться. Огромно, там, по-моему, более 200 тысяч рабочих мест было создано за эти годы и до 2015 года, с 2009, что все-таки это дало, вот эта норма, упрощенка, вот эти порогы пандес льгот, они дали бурный рост и па. Это факт. Этим фактом мы убедили. И, в принципе, первый вице, премьер Сагентаев, принял нашу сторону. Окончательно, через две недели мы собрались у премьера Масимова. Значит, присутствовал я и от Можелиса, Карагусова, в ходе этих разбирательствах Сагентаев доложил, что по итогам разбирательств, что вот озабоченность бизнеса не учтена, он все довел, что соответствующий экономический блок, скажем, правительства, в принципе, скажем так, вот эти риски проигнорировал, наши оправданные риски были все указаны. И более того, в ходе этого разбирательства премьер-министр узнал, что не поставив его в известность, руководители экономических ведомств сами обратились его ускоренно вести с 2016 года. И в ходе этих жестких разбирательствах премьер-министр даже устно, скажем так, объявил выговор экономическому блоку. Я не знаю, чем эта история там на бумаге закончена, но мы с Гуджан Жаписом были свидетелями этого разбирательства. И в ходе двух недель пришли к этому. Теперь, ну, скажем так, по-джентльменски, сохраняя лицо, правительство нам сказало, хорошо, давайте мы сейчас вот 2016 год отзываем, конечно, этого не будет, потому что мы видим эти риски. Второе, нам сказали, что уже законопроект мы жилиси, и это тоже создаст сейчас нехороший прецедент. Мы вам обещаем, что в следующем году мы пересмотрим это с учетом вашей озаборки. Давайте оставим законопроект так, как есть. Вот такое, скажем, на уровне первых руководителей джентльменское соглашение было достигнуто. И мы на этом, и была госпожа Карагусова, вот на этом мы разошлись. И эти нормы остались. И договорились, что уже, когда каждое лето у нас создается рабочая группа, и готовится поправка на новый кодекс, мы начали готовиться. Вот это предыстория, как было. Теперь, как началось в этом году? Значит, в мае месяце мы письменно и в июне дважды напомнили уже Министерство нациоэкономики и премьер-министру Карим Кажемканч о том, что вот эти договоренности были, мы просим уже сейчас готовиться, внести и снять вот это десятикратное снижение, которое с 1 января 2017 года уже как дамоклов вещь висела. Но мы понимали, вот я сказал, тех договоренностей, которые состоялись. Значит, эта работа началась. Она продолжалась, значит, было поручение премьера Министерства нациоэкономики обсудить вот эту озабоченность разделить. И тем не менее не утихали споры до этого момента по НСП, НДС. Честно говоря, нас удивляло подход разработчиков, то есть они снижали с одной стороны порог, в то же время выглядело так, что с 1 января 2017 года они собирались отменить НДС. Мы говорим, зачем вы снижаете порог по налогу, который вы собираетесь заменить на налог с продаж? То есть здесь полная была неразбериха, и это в целом, честно говоря, вызывало недоумение. Как так можно? И мы в сентябре на общественных случаях об этом тоже говорили уважаемым господам разработчикам, что вот такое есть полное непонимание, чего происходит. Значит, этот вопрос тоже висел, и он не снимался там, НДС, НСП. И в конце июня, мы сегодня вот утром посмотрели всю историю, в принципе, этот вопрос мы уже месяц у себя внутри обсуждаем, который сложился. Значит, в июле Министерство нациоэкономики внесло так называемый компромиссный вариант. Скажем, вот давайте, хорошо, вы ставите вопрос 10 раз, это у вас неподъемно, давайте ставить вопрос по этапному снижению. И уже сейчас вопрос стоит так, чтобы все понимали, сейчас, до июра, мы живем, у нас есть налоговый кодекс, в котором стоит норма с 1 января 2017 года 10-кратное снижение, которое, в принципе, мы джентльменские договорили, что они снимут. Но теперь они предлагают, давайте вот компромисс, потому что мы предлагали 10, а теперь поэтапно, но всего лишь там снимем в 5 раз, то есть в половину. То есть до 30 миллионов, и то это к 20-му году. С 2018 года начнем, в 2018 год там немного, потом в 2019 и в 2020. И вот на этом, как бы давайте договоримся. Да, это выглядит, на фоне того, что было в прошлом году, это выглядит компромиссно. Но здесь есть два момента принципиальных, которые я, в принципе, признателен, что многие наши эксперты, в частности, мой бывший коллега, друг, единомышленник Архим Шахпаев, поднял. Извините, я вас как раз перебью, у нас тут вопрос как раз по этой теме из Фейсбука. Пользователь Ерлан Куанышев спрашивает, читали ли вы обращение группы экономистов? Как раз сможете ответить ему. Да, я читал, более того, читая автором, давайте все-таки тоже правду, все-таки это уже присоединились другие, но пост, по-моему, первым часом ночи повесил Архим Шахпаев, и, наверное, одним из первых он известил меня. Мы с ним фактически имеем счастье ежедневно общаться, мы сидим в одном офисе, я уже сказал, он бывший мой коллега, мои друзья, и очень у нас взгляды совпадают, где-то мы спорим, то есть у нас достаточно такие тесные, скажем, конструктивные, рабочие, деловые отношения. Мы только вечером вместе ужинали, и мы обсуждали, и мы с ним расстались буквально там в девятом часу, и ночью он мне прислал пост, и я уже увидел, что его обращение появилось. Более того, в один с утра мы с ним еще раз встретились, нас в офисе, еще раз обговорили. Здесь тоже есть некоторые вещи, которые считают, тоже нужно знать, и я хотел бы подробно. Дело не в том, что я там какие-то говорю институты, это общественность должна знать, ничего здесь закулисного нет. Эти вещи вполне, я вам вот говорил, как в прошлом году закончилась история джентльменскими соглашениями, и как она дальше развивается. Я читал полностью, в принципе, всю озабоченность, которую Архимов Шахпаев поднимает, разделяю, и читал уже на базе обращений у Шахпаева, я видел, что уже многие уважаемые эксперты и бизнесмены подписали, сейчас ассоциации собирают, к нам обращается колл-центр, поэтому я и ваши судьи, чтобы эту ситуацию разъяснили. Теперь, вот вы увидели, что десятикратное понижение, оно есть сейчас, сейчас нам предлагают компромисс. И говорят, этот компромисс лучше, чем то. И при этом, уже в этом году, скажем так, позиция разработчика выглядит более-менее лучше, чем было в прошлом году. В прошлом году мы его категорически не принимаем, мы остаемся на той позиции, что этого нельзя делать, ни в коем случае. Теперь по этому компромиссу. Здесь есть несколько существенных моментов, которые я тоже, мы месяц обсуждаем с Рахимом вот эту ситуацию, как быть, что законопроект можелись и какую позицию занимать. В принципе, он независимый эксперт и у него там каких-то там, скажем, таких обязательств нет, он выступает. Это правильно, это, наверное, так и должно быть, они должны обострять и ставить вопросы. Наша задача, мы в постоянном контакте с экспертами, я отдельно еще остановлюсь о наших встречах, которые были с премьер-министром последними, значит, месяц чуть больше, и Рахим Ушахпаев тоже в них участвовал, знает о определенных договоренностях и тех возможных решениях, о которых мы ведем с руководством правительства наши переговоры. Значит, я полностью поддерживаю, разделяю то, о чем говорит Рахим Ушахпаев, но здесь хотел бы две вещи. Не вдаваясь опять в подробности, в половину давайте снижать, в три раза снижать. Значит, в прошлом году, когда эта история начиналась, мы выступили, я просто сейчас поднял всю историю вопроса, значит, мы выступили несколькими интервью, в том числе и я, я поднял, она остается актуальной. Это две вещи, собственно, о чем говорил Рахим. И, честно говоря, даже, сказал бы так, в конце августа прошлого года Рахим перешел из НПП в замминистра, тогда, конечно, ему было некогда, он был занят переходом госслужбы, и он в этих общественных слушаниях и прочих не участвовал, и свою позицию, конечно, независимый эксперт сильно не высказывал. Но это ничуть не умаляет его достоинства, принципиальность, с которым он сейчас выступает. Ну, это так, к слову. Значит, я хотел бы сказать следующее, что в прошлом году мы подняли два вопроса. Первое. Мы считаем и сейчас. Сейчас, я говорил в начале 15-х годов, когда президент поставил, в каких условиях мы начинали, ни в коем случае была установка не повышать. Это очевидно. Сейчас ситуация, после того, как отпустили курс тенге, и какой стресс фактически только-только адаптация какая-то приходит, и все понимают, насколько сжалась тенговая масса, насколько сжались рынки сбыта, насколько сжался сбыт у предпринимателей, насколько сжалась доступность к кредитам, потому что сжалась тенговая масса. Понятно, что Национальный банк, правительство, они в первую очередь контролируют, ну, инфляционно таргетированные, они контролируют инфляцию. Понятно, путем сжатия тенговой массы. И вот в этих непростых условиях, в которых сейчас бизнес уже еще год, он уже попал в эту рублентную зону, и пока ей там по большому счету конца края пока не видно, и цены на нефть там мы не видим, они примерно в коридоре там 40, там доходило до 35, 40-50 долларов там ходят и более-менее там балансируют, и когда бюджет тоже испытывает серьезный стресс, мы понимаем, что вот два тезиса. Первое, ни в коем случае в этих условиях нельзя повышать налоговую нагрузку. Это очевидно, это вот просто аксиома, которой я полностью согласен, которую все мы должны разделять. И я ассоциация, и думаю, что эксперт. Этого нельзя сделать. Теперь, понятно аргументы, которые говорят, мы тоже должны слушать. Я, когда беседую, понимаю, что вот я говорю, Рахиму Шахпаеву, если взять вот поле экспертное, он, наверное, самый такой крайний справа. То есть, он занимает такую ультралиберальную такую позицию, и это правильно. Категоричную можно сказать. Да, может быть принципиально, надо его уважать, у него позиция всегда выверена и последовательная. За это надо его уважать. Мы можем спорить, но я еще раз говорю, что мы коллеги, друзья, и такими остаемся. Мы только утром обсуждали эту ситуацию, я тоже ему сказал, что сегодня я выскажу свою позицию, понимая. Хотя, опять были какие-то определенные договоренности, о которых мы вчера договорились, ну, в принципе, он решил пока вынести этот вопрос на публику, ничего страшного, нормально. Пусть она идет теперь таким путем, путем публичного обсуждения. Второй тезис. Нам говорят, разработчики, мы же должны тоже слушать их, мы же не можем, понятно, мы стоим на страже интересов бизнеса, в первую очередь малого и по тех сложных экономических условиях, о которых я уже сказал. сжатие, нет тенговой массы, сбыт стал, и вот это все, покупать способность населения снизилась, это все очевидные, понятные вещи. В этих условиях повышать налоговую нагрузку, я думаю, что это очень опрометчиво. Теперь, второй тезис. Нам говорят, бюджет испытывает тяжелое. Все анализы, все понимают, что сегодня примерно там более 40% бюджета это трансферты из национальных фондов. То есть мы, не сырьевой сектор, даже половину бюджета не может закрывать. Это очевидно, и бюджет испытывает средства. У бюджета есть свои четкие обязательства. Кроме госорганов, государства и бизнеса есть самое главное, есть население, есть общество, есть ее интерес. Это безопасность, здравоохранение, социальные обязательства, это образование. Да, да. И мы обороноспособны страной, мы видим те вызовы, которые связаны с террористическим актом, мы все граждане, в первую очередь нужна безопасность, мы это понимаем, куда должны средства направляться, есть поручения главы государства. Мы понимаем все это. Теперь, нам тоже разработчики говорят, хорошо, ребята, но мы понимаем, что налог нельзя повышать, а как нам бюджет сбалансировать? У нас же есть обязательства, вы же бизнесмен тоже должны понимать свои. У нас вопрос очень простой, о чем я опять-таки тоже полностью согласен с моим коллегой Рахимом, и я поднял просто интервью, оно называлось так, утром сокращение госрасходов, а в обед повышение налогов. А я сейчас хотел бы сказать, утром радикальное сокращение госрасходов, а вечером возможно повышение налогов. То есть через год я повторяю свой тезис, который говорил. И здесь с Рахимом я согласен, что в принципе есть огромный еще резерв по оптимизации расходов государственных органов. Ну вот какие, например? Очень просто. В принципе, если вы почитаете пост, мы с Рахимом давно уже совместно этот вопрос с его группой ТАЛАП обсуждаем. Это прямый обзор, сделать так называемый бюджетный маневр, он с юния, с юлия уже печатает. Может быть, какая-то узкая группа специалистов в этом хорошо разбирается, но в принципе для простых, думаю, слушателей тоже все очень понятно. Очень простой принцип. Значит, есть государство, есть бизнес, есть население. Давайте поэтапно пошли. Жирные года кончились, теперь всем надо обезжириться. Хорошо, но, наверное, первым должен обезжириться государственный сектор. Очень просто. Это прямые расходы, которые есть в бюджете, они указаны. Допустим, мы показали, что есть более 322 миллиардов тенге госзаданий. Да, мы понимаем, среди них есть, наверное, и важные госзадания. Но давайте сделаем ревизию. Там очень много всяких исследований. Мы платим МакКензи, еще каким-то компаниям за какие-то исследования. Ну, еще только комитет со своими выводами. Ну, их можно, и их материалы посмотреть. Есть содержание, о чем говорил глава государства 9 сентября. И вы знаете, что премьер-министр раскритиковал министра финансов, министра национальной экономики, что это поручение главы государства не то, что там не исполнены, к ней даже не приступали. Более 300 глава государства сказал, там есть подведомственных организаций. А зачем они? Мы же объявили приватизацию. Покажите. Покажите. Мы же приняли, так называемые, желтые страницы, принцип рыночности. Этот закон вступил в силу более полутора лет, и правительство объявило масштабную программу приватизации. Мы поставили себе планку, что мы идем к стандартам ОСР. Сегодня 44, ну, можно спорить, там, процентов ВВП, это гос- и квази-гос-сектор. И мы говорим, что по стандартам ОСР их надо до 15% снижать. Ну, давайте снижать. Это же огромные расходы, которые мы тратим. Эффективность этих государственных программ. Мы по ним тоже сделали обзор. Огромные деньги потрачены. Давайте пересмотрим ревизии. Дорожная карта бизнеса, дорожная карта занятости, производительность. У нас огромное количество программ, институтов, Байтерия, Казагра. Ну, никто же эту работу еще не сделал, это домашнее задание. Но мы сразу хотим, теперь говорим сразу бизнесу. Давайте, вот, бюджету тяжело, население надо поддерживать социальное самочувствие. Давайте мы сейчас будем повышать вам налоги, то есть снижать ваши льготы. Но давайте сперва мы выполним. Еще раз говорю, давайте мы выполним это домашнее задание по госсорбе. Мы готовы помочь, показать, а потом уже скажем. Вот в какой части, например, НПП готовы помочь? Ну, вот, например, по госпрограмме. Мы примерно сделали обзор, и первичный даже бегло обзор показывает, примерно там около 500-600 миллиардов тенге есть резервы, которые можно за счет вот этих исследований, трат на какие-то подвесные институты, трат, которые можно в текущем бюджете экономить. Плюс, кроме этого, есть квази-госсектор, да, вот эти 300 чем-то подвесные организации, ну, я сейчас не хочу забегать, просто на одном из наших, скажем так, встреч главой правительства, он уже озвучивал, цифры там серьезные. И сейчас, наверное, правительство уже серьезно за это взялось, и, наверное, в декабре мы узнаем результат. То есть там есть резервы, которые нужно оптимизировать. Есть серые зоны, это акцизы на алкоголь, табак. Которые, кстати, тоже будут изменены. Ну, я просто немножко другой, сейчас нисколько о повышении. Вы там просто серый рынок вытащите. Все же понимают. Вот была встреча торговых крупных сетей с премьер-министром. Ну, хозяин, акционер торговой сети Магнум говорит, нам с 12 часов до 9 ограничили вечера продажу алкоголя. Да, у нас на 10% упал чек. Да, мы понимаем, это озабочен, чтобы население меньше пило, здоровье, это правильная постановка, все граждане этим озабочены. Но в результате, говорят, народ меньше не стал же пить. То есть получается, в теневую же-то водка продается, не в сетях, где платились налоги, были чеки. В теневую-то продается. То есть получается, это теневой рынок алкоголя существует. А кто этим занимается? Там же резервы есть? Есть. Я простой пример приведу. Очень простой. Значит, у нас там на рынке, по-моему, там 18 лицензиаров, которые выпускают алкоголь. Из них, один из них, Кокшетау Минводы, конкретно, вот он находится здесь, который выпускает. 13% рынка держит, он, но при этом платит более 40% всех налогов. А все остальные платят все остальное. Ну, очевидно, по-моему, это очевидно. И берите, наводите порядок. А что мы не знаем, что творится с контрафактом с Китаем по таможне? Наведите там порядок. Там же есть резервы, где этим можно заниматься. Посмотрите, потрачены деньги с СССР. Посмотрите, потрачены программы. Их много. И самое главное, эти все вопросы правительство хорошо знает. И буквально вот в течение полутора месяца, которых мы, ну, я вот в конце хотел тоже об этом сказать, может быть, даже забегая вперед, у меня, я не получал там какого-то отмашки или разрешения там Бахшан держит, что можно на это огласить. Но я думаю, что он не будет против. Мы провели 9 встреч, 9 раундов встреч с главой правительства за полтора месяца вот его премьерства. И какие? И детально обсудили. Я о них тоже скажу. И мы все эти вещи проговорили, и правительство, по крайней мере, у нас есть четко у всех экспертов, всех бизнесменов, кто встречался с ним, что премьер-министр четко понимает и видит эту ситуацию. Просто нужно всему госаппарату сейчас вот эти поручения президента и под руководством премьера начать воплощать. Четко, последовательно, ясно, динамично, что все видели результаты. А после этого мы будем говорить про снижение порогов и так далее. Аблаист Абекович, давайте снова прервемся на вопрос социальных сетей. Вот в Фейсбуке у нас, я снова повторюсь, идет прямая трансляция. Нас уже смотрит 136 человек. И вот снова Ерлан Куанышев задает вопрос по НДС. Разделяете ли вы мнение о том, что НДС, вернее его возврат, работает в интересах крупного бизнеса? Знаете, ну, крупный бизнес ведь тоже наши члены достаточно уважаемые компании. И когда мы, вот я бы не стал бы сейчас, я очень далек, и вот в смысле и Рахиму Шахпая говорил, мы как палата хотим быть ответственной силой. Мы и есть ответственная. Мы не хотим просто брать, вот давайте защищать, кинемся все защищать малый бизнес. Мы всегда на защите малого бизнеса. Если посмотрите, я сегодня читаю вот в интернете понятные, мы всегда относимся с пониманием критики, поэтому я здесь отвечаю на эти вопросы и готов и дальше отвечать. Нам говорят, что вот, там, собирайте взносы вот с тех, кому пороги хотят снизить, и вы не защищаете их, эти пороги повышают, ну, понижают и так далее. Я хочу сказать, во-первых, у нас взносы платят все те, чей оборот больше 106. То есть те, кто находится в этих порогах 106, они не являются платежниками, этот малый бизнес освобожден. И фактически они за счет платежей крупного и среднего бизнеса, у нас примерно 20 тысяч компаний из миллиона 300 платят, и за счет их денег структура НПП делает свою работу, и более половины у нас штата находится в районных центрах и моногородах, чтобы просто аудитория понимала, о чем мы говорим, и они бесплатно оказывают эти сервисные услуги. Буквально я вчера смотрел материалы нашего Совета по защите, Гани Касымова, выездную, и фактически все там шалахом с районов, предпринимателей, наболевшим проблемам, по земле, по каким-то инженерам. То есть они приходят, это наша работа, которая в их интересах делается. И они прямо даже приходят, говорят, вы наша последняя надежда, помогите и так далее. Подключается прокуратура. Я вижу, что уже Акимов район, никого нет, кто сегодня может так не реагировать на ту работу, которую проводит палата и так далее. Понятно, что есть много еще зон, над которыми нам придется работать. Но точно то, что мы свой хлеб едим не зря, я в этом могу вас заверить. Поэтому, что касается крупного бизнеса. Да, структура экономики такая, что экспортеры при существующем НДСе, у них она возвратная. Здесь тоже опять цифры закрыты. Вот когда с нами разговаривают так, что цифры такие, это не есть аргумент. Мы просим, выложите на сайте все сальдо по НДСу. И сразу будет видно, сколько НДС собирается, с кого он собирается. Наверное, в первую очередь импортеры платят. Может, оно и правильно, торговля вся там импортная. Хотя это тоже потом все ложится в цену, которую по импортным позициям население оплачивает. И понятно, экспортеры крупных компаний, структура НДС, она и во всем мире такая, она возвратная. То есть стимулирует экспорт. В этом плане сальдо надо смотреть. И, наверное, в этом смысле можно говорить, что для крупного бизнеса выгодно. Но говорить о том, что крупный бизнес как-то там безответственно не платит или специально этот налог держит, наверное, так говорить, и, наверное, неправильно. Я вообще сейчас просил бы, я сегодня утром и Рахима Шахпая попросил, вот занимая такую крайне правую позицию, не нужно не скатываться самым ганом вот в популизм. Проще всего вот говорить, что мы защищаем обездоленных, мы защищаем малый бизнес, а вот все остальные не защищают. И НПП, ассоциации. Ну, я утром сегодня улыбаясь, там, сказал Рахиму, что вот 4 года мы друг друга знаем. И, наверное, в том, что Рахим сегодня такой узнаваемый лицо и, наверное, опыт, который набрался. И, наверное, я вот не хочу убить никого из экспертов. У нас очень много экспертов, всех уважаем. Я о них тоже отдельно скажу. То, что Рахим так сегодня активно выделяется. И, наверное, все-таки много чего взял и в НПП. И говорит, что НПП, я понимаю, что это эмоции и нормальные эмоции. Но я вам говорю, вот от той, когда ты всю предысторию понимаешь, у нас сейчас висит ситуация, либо в 10 раз нам, либо мы соглашаемся на этот компромисс, но я не досказал. Мы договорились, даже идя на этот компромисс, мы договорились, во-первых, он с 2018 года, у нас еще год впереди. Мы договорились концептуально, и Рахим об этом знает. Наша позиция. Я, во-первых, хотел бы сказать, что это позиция господина Кулебаева, который, может быть, тоже представляет по своему бизнесу крупный бизнес, который в целом считает, что вот такое техзадание поставлено перед мной и Рахимом, как и с центром, и мы сейчас готовим такие исследования и хотим к весне подготовить новые подходы к налогам. То есть они будут сильно отличаться от той, которую нам сейчас предлагают разработчики. И премьер-министр об этом в курсе, и мы очень сильно рассчитываем, что премьер-министр услышит и нашу позицию готов принять, и позицию разработчик, которую сегодня представляет Министерство национальной экономики и готов там потом выбирать. Мы готовы на суд общей смеси. Мы считаем, что, наверное, настало время подумать вообще об НДС. Если сальдо по НДС вот такая, что выиграют только экспортеры, мы должны об этом подумать. Что дает он нам? Но тот НСП, который нам предлагался, он тоже неприемлемый. Он каскадный на каждом этапе. Об этом мы сказали. Есть разные варианты. Есть позиция у разы Жандосовой группы, которая тоже предлагает розничный налог. А в целом мы говорим, что новая налоговая реформа должна снизить налоговую нагрузку, а самое главное, должна быть очень простая, очень простая. На это я обращаю, потому что многие бизнесмены нисколько местами у нас ставки низкие и беспокоят именно администрирование. Вот это заполнение бумаги, проверки, суры, все, что связано с лжепортмессом, это анахронизм, который над нами висит. Он вызывает очень большое раздражение, вы в последнем месте чувствуете. И я выступал на седание. Потом, после нашей консультации, с какой жесткой, жесткой мы очень признательно, генеральный прокурор выступил, с очень жесткой позицией. Вот, кстати, как раз по ДГД пользователь Айден Казыбеков уточняет, я так понимаю, есть ли у вас переговоры с ДГД, и как идет подготовка в департаменте госдоходов, чтобы безболезненно и быстро произвести регистрацию предпринимателей по НДС в случае, я так понимаю, если многие станут плательщиком НДС, и не будут ли создаваться искусственные барьеры в этих органах, ваше мнение? Ну, как я уже сказал, еще раз, давайте просто, чтобы мы не забыли четко, значит, мы против сейчас снижения порога. Хотя мы понимаем, компромиссы отложены, и в следующем году мы еще раз вернемся, но, к сожалению, жанр такой, я тоже не понимаю, так и разработчик. В прошлом году, я говорю, они хотели с 17 года отменить НДС, но в то же время снижали порог того налога, который собирали с 17 года ликвидировать. Ну, хорошо, мы им показывали, ну, им захотелось, джентльменские договорились, в 16-е годы их отменили, отложили, и в этом году пошли на какой-то компромисс. Теперь, 18-й год, их отодвинули на 18-й год, и до 18-го года будет готовиться новый налоговый таможенный кодекс. И здесь мы готовы, я предлагаю, вот этот год, который у нас есть, мы готовы, еще раз говорю, Иерахиму Шакпай будет основным, кто будет вести эти техзадания, и НПП будет эту работу модерировать, координировать, мы туда вовлечем и группу Жандосова, и группу других там, Улжаса Худайберген, других экспертов, которые есть. Мы сегодня, после встречи с главой правительства, меня радует, что все интеллектуальные силы, которые есть на этой поляне, и задача Атамикена именно обеспечить этот диалог. Мы не собираемся никого подменять, и эксперты в этом убедились. Мы готовы дать им эту диалогоплощадку, помогать в диалоге с властью. У Атамикена больше возможностей, законные возможности, и самое главное, больше материала в практике, и самое главное, есть эта диалогоплощадка. И правительство это тоже поддерживает. То есть мы у себя могли бы дискутировать широко, показывая в Фейсбук, в сетях, подключая всех бизнесменов, пусть после обсуждения идти с консолидированной позиции обсуждать. И сегодня многие эксперты, фактически, те, которые ждали в приемной Кондека в Алиханше, в принципе, мы с ними встречались, изъявили желание, что они готовы тоже войти в Совет по экономике, уважаемый урожан ДОСОВ, Иерахим Ушахпаев тоже туда входит. Мы хотим подготовить новые подходы к налоговому кодексу, они будут отличаться. И это будет не то, что хотят наши разбойщики. Мы хотим именно из тех заданий, которые хочет бизнес, исходя из интересов, давайте мы сейчас больше сконцентрируемся на этом. И копию ломать сейчас, да, в принципе, есть второе чтение, и, наверное, вот я хотел бы еще один момент сказать. В понедельник у нас после серии встреч с премьером, в понедельник после всех этих встреч, в том числе Иерахим был у нас в встрече, отдельная встреча была у него, и общая встреча. Значит, в понедельник премьер-министр пригласил меня, господина Бешимбаева, и дословно сказал, что я услышал эту озабоченность. И, по-моему, вот эта история с порогом, которая сейчас вот даже компромиссная, она была в прошлом году хуже, я сам в ней разбирался, и она сейчас тоже, мне кажется, ситуация вызывает какой-то общественный резонанс. Давайте еще раз вернемся, и на эту субботу он сейчас в командировке поставил совещание, чтобы мы детально подготовились. Мы и Рахим Ушакбаев тоже будут приглашены, мы должны были вместе прийти и у премьер-министра уже с оппонентами разобраться, какую-то точку поставить. Ну, хорошо, Рахим утром мне говорит, что с общественной позиции нам легче будет идти и разговаривать с премьером. Но сегодня мне после вот этих всех постов выходил с инициативы Кондак Бешимбаев, он тоже понимает, он тоже слышит, и он попросил, обратился, чтобы понедельник, вторник, на площадке НПП он готов прийти со всей выкладки, которую вчера мы не услышали, депутаты тоже задавали резонные вопросы, что это не рашает теневой рынок, что наоборот будет дробиться. То есть там тоже аргументы, честно говоря, не выглядели сильно убедительными, хотя, конечно, Рахим тоже удивляется, вроде при этих аргументах, тем не менее, проголосовали первым чтением. Ну, значит, у законодателей есть свои резоны, они тоже острые вопросы ставили. Поэтому Рахим знал, что еще вопрос не исчерпан, и мы на следующей неделе, еще раз обсудив, наверное, на следующей неделе у премьера соберемся, перед вторым чтением будет приниматься какое-то окончательное решение. Я там не юрист, какие бы законодатели, но еще раз говорю, что все в голове держались. С 1 января у нас 10-кратное оно сейчас в силе, либо вот компромиссность 18-го, и у нас есть возможность в следующем году, к 18-му году, подготовить новое. Нет, я принципиально говорю, вопрос не просто, давайте. Мы все-таки сегодня в такой ситуации, и дошли, и сегодня АТОМИКи не имеют такой возможности, мы призываем всех, мы видим, какой интерес экспертов. Давайте, хватит нам просто идти обсуждать то, что предлагает ГУС. Давайте мы будем ставить свою повестку. У бизнеса есть своя повестка, и мы в бизнес, состояние у нас огромной интеллектуальной силы, мы к этому призываем. АТОМИКи готов этой консультацией заняться, и давайте свою повестку весной, обсудив, массово поставим перед разработчиком. Да, вот это наше видение, вот наши расчеты. Вот при таких налогах, при таком администрировании не будет теневого, и бизнесмены спокойно будут. Но об этом же не спрашивают. Всегда же у нас там, к сожалению, все решения рождаются где-то в кабинетах. И при всем моем уважении к разработчикам. Вот как раз, да, был пост Галима Хусаинова, это вот человек, который сидел в приемной Уканды Кавалиханча Бешимбаева, вот он говорит о том, что снижение порога НДС может помочь только с обналом. Но теневой рынок, это не только обнал, это в основном продажи ТРУ, серую и черную. Вот вопрос по обналу, на ваш взгляд, действительно ли меры, которые предлагаются министерством, вообще как-то среагируют? Вы знаете, еще раз говорю, в отличие от Рахима, конечно, он имеет такую роскошь и блажь выступать с крайних позиций, на то он неизвестен эксперт. Мы все-таки ответственные люди, мы должны взвешивать. У нас должно быть, мы общаемся и с государственными органами ежедневно, мы понимаем какие-то государственные интересы, общественные интересы, мы понимаем, что есть потребители, граждане, есть наши, безусловно, наши члены, бизнесмены, чьи интересы, в первую очередь, мы должны защищать, но все это мы должны смотреть конструктивно, баланс интересов. Если когда говорить об Нале, мне кажется, наши разработчики всегда чуть-чуть передергают. Вот это, к сожалению, какие-то факты. Вот ресторан дробится, и давайте пороги снижать. Ну, хорошо, что все 300 тысяч предпринимателей, что все они раздробились. Ну, нельзя же там, есть так, и бывали ситуации, безоба, есть азбука жилья, да, к сожалению, среди предпринимателей тоже есть. И, кстати, хотел в этой связи, на мне тоже задают вопросы, а что будет делать палата, а почему бизнес, вот у вас, среди вас есть такие нерадивые. Мы считаем этому ответом систему саморегулированной организации. Вы знаете, что с этого года закон вступил, и мы считаем, что в отраслях нужно введить саморегулирование, то есть ассоциации сильные, вступившие мощными, там, 50-70% охватом членов, сами должны регулировать и ставить барьеры к валотребованным лицензиям, и сами очищать свои ряды. Они прекрасно знают, кто там мухлюет, кто просто занимается, там, пирамидами, и это более лучший способ, если это прозрачную, эту работу делать, и вот за этим будет спасение. Мы в этом видим такую, скажем, саморегуляцию. А наработка есть механизма уже? Ну, закон первый год принес, сейчас мы обсуждаем по оценщикам, с следующего года будет среди как раз строителей, это самый сложный рынок, мы есть уже и опыт России, который тоже надо осмотреть, и поэтому это наш ответ. Ну, вот по теневой, когда мы говорим про обнал и лжепредпринимательство, во-первых, хотел бы принципиально позицию от Амикена довести. Мы неоднократно говорили, и я хочу с этой аудиторией. Мы считаем, что у нас четко есть понимание с руководством Генпрокуратуры, с Комитетом государственных доходов, в принципе, есть понимание с руководством и правительства. 17 ноября мы планируем это вынести, будет специальное слушание в Можелисе, то есть всех фракций, законодателей. Мы считаем, что настало время лжепредпринимательства статью похоронить. Это наша принципиальная позиция. Просто вот так, которая сейчас есть, она карательна, то есть один попался, и все его контрагенты, добросовьцы, по цепочке начинают платить, это страшный домоклов меч. И в этом году количество таких жалоб, оно огромное, и мы его довели. Сейчас, благодаря вмешательству Генпрокуратуры, эти проверки сейчас вал снизит, но тем не менее законодательный домоклов висит. И поэтому мы считаем, лжепредпринимательства надо снимать. Хотя вот снижение порогов все время обоснованно этим. Все-таки дробятся, наверное, уходят как-то от налогов, оптимизируют, это законная схема, а вот лжепринимательства другое. Вот когда говорят про обнал, хочется сказать, все-таки мы очень просим, да, эти факты есть. Наверное, нерадивые бизнесмены тоже. Мы говорим, давайте мы переквалифицируем статью Лжепредмайц, уберем от добросовестных контрагентов, а именно направим против тех, кто конкретно организовывает этот бизнес. И прямо вот кто организовал на подставное лицо бизнес, тех и должны наказывать. Выявляет сейчас, благо, система учета, если все база данных госорганов будет там министиции, налоговых, и они могут у них свои кучи программ, технологии позволяют отслеживать, легко можно отследить, кто и как, для чего это делалось. И второе, что о чем говорил и генеральный прокурор, все-таки, давайте посмотрим, у нас и с Давлитом Миргожиным, мы открыто говорим, друг другу позицию понимаем, мы говорим, скажите цифру по обналу, вот когда вы говорите, столько до компаний, сколько денег пришло с госзакупок. И вы получите ответ, почему этот обнал происходит. Все-таки не бизнесмен идет туда, специально это делает, к сожалению, его руками это делается, а правила игры навязываются с другой стороны. И давайте четко будем говорить. И мы тогда поймем, откуда этот обнал возникает. То есть там нужно в другую сторону отматывать и заниматься другими вещами. Ну, то есть, вот, допустим, господин Бишимбаев сегодня тоже после того, как, в принципе, в Фейсбуке появилась эта тема, он говорит о том, что главное, это сокращение теневого сектора за счет тех, кто не платит налогов или занижает доходов. И вот он тут приводит цифры, что 81% возможных доходов от НДС сегодня не уплачивается. И здесь нужен комплекс мер. Но, насколько я понимаю, насколько вчера депутаты возмущались, этого комплекса мер в принципе так и нет. Вы знаете, понедельник, когда разговор был, премьер-министр сказал, вот еще раз, я персонально хочу подчеркнуть, нам это крайне важно. Нам крайне важно, я хочу подчеркнуть, мы видим, 9 встреч было, это не просто там встречи ради галочки, нам приятно, мы четко понимаем, что у главы правительства есть четкое желание с этой обратной связью работать. Более того, как он обещал, сейчас мы подготовили план мероприятий по этим 9 встреч, чтобы ни один вопрос, который был поднят, не остался. Он лично берет под свой контроль. Более того, он сейчас обдумывает и в ближайшее время предложит какую-то форму, площадку, какой-то будет совет по экономике, что-то при примере, на котором мы ежемесячно, он сказал, в ежемесячном формате могли бы обсуждать все наболевшие вопросы и, в общем, транспарентно вести всю эту политику. И он утром сказал, в понедельник сказал, что я вижу озабоченность, значит, позиция была Бешимбаева, что вот то же самое, вот мы введем электронный счет фактуры, мы сделаем то. Ну, резонный вопрос задал пример. Хорошо, может быть, вы спидываете этот комплекс мер, внедрите, а потом уже бизнесу предложите снижаться. Ну, вы же сперва хотите, говорите, мы к 2018 году, но вчера же вы видели, когда спикер Мажелеса Нурлан Зарвайш-Нигматуллин сказал министру финансов. Не депутаты виноваты, что декларирование всеобщее мы отодвигаем, потому что вы не подготовились. С 2012-2011 года мы обсуждаем всеобщее декларирование, на дворе уже 17-й год, а мы ничего технически не подготовились. База данных нету, ЦОДов нету, Центра обработки документов. Представьте, это всех пенсионеры, все аульные жители, все будут платить. И вот представьте, какой случится коллапс. Тем более в мае, по-моему, после земельного кодекса глава государства точку поставил. По всем чувствительным мерам не торопиться, все извесить, а обсудив транспарентно, только после этого принимать решение. По-моему, этот урок нам надо всем извлечь. И в этом вопросе тоже пример сказал, может быть, сперва вы подготовитесь, и поэтому вот субботу мы планировали обсудить. Но хотел бы здесь не только критикуя своих оппонентов, я говорю, Атамикен находится более в конструктурной зоне. Мы поддерживаем связи, мы на стороне своих членов. Я уже сказал, в чем я во всем поддерживаю своих коллег, во главе с Рахимом Ушакбаевым, хотел бы сказать одну вещь. Надо отдать должное господине Бишимбаеву. Он, в принципе, тоже держит свою позицию и готов к этим. Это говорит о том, что он убежден. Я надеюсь, что понедельный, вторник, придя на нашу площадку, он сказал, что он все аргументы выложит. И готов с экспертами детально обсудить, он готов и к критике, понимает, и готов к своей озабоченности. Я ему тоже сказал, может, вы сперва все-таки утром госрасходы сократили. Он сказал, да, у меня есть, я покажу, какие расходы мы готовы сокращать. Вот этот диалог нам больше нравится. Поэтому я призываю и Рахима, и других коллег, когда вы критикуете, я просто знаю, что Рахим часто проходит среди коучеров, в частности, он и в Вашингтоне проходил, эти курсы, публичных дебатов, работы с соцсетями, и он очень достаточно работает над собой, совершенственно, но я просто просил бы его, все-таки мы не в Америке, а пытаться нам конструктивный диалог тоже строить. И этот конструктивный диалог, та сторона тоже готова. Не нужно думать. Я вам сказал о принципиальной позиции премьер-министрации. Нам не нужно сегодня пользоваться этим, передавливать. Нам, кроме своих идей, это хорошо, что слышат, теперь мы должны подкреплять расчетами, и слышать аргументы, и понимать общие интересы и всего общества. То есть, когда мы говорим про аналоги, мы все это должны взвешивать. Диалог должен быть такой. Как раз о конструктиве, да, вот близится 16 декабря юбилей казахстанской независимости, экономической в том числе. Какие вы бы отметили итоги за эти 25 лет именно вот в конструктивном смысле, вот в плане развития бизнеса? Спасибо за вопрос. Я думаю, что по вот наболевшим вопросам, по-моему, достаточно я сказал. Может, в конце еще раз суммирую, чтобы она как-то закрепилась. Все хотят знать позицию НПП, я его еще раз хотел бы озвучить. Но спасибо за вопрос. Хотел бы как раз, пользуясь случаем, все эти вопросы по налогам. Да, они вроде бы казались в частности. Я просто всю предысторию прокрутил, чтобы все понимали, с чего начиналось, как, какие компромиссы. И даже показал всю вот эту закулисную нашей договоренность, работу, которая происходила, и как эта работа делалась. Что касается 25-летия. Да, это серьезный, наверное, срок, хотя мы молодая, независимая страна. Безусловно, это независимость, которую мы приобрели. Да, это тот флаг, который поднял глава нашего государства. Это, безусловно, наше достижение. Наши границы, которые мы укрепили со всеми. Мы приобрели свой суверенитет, укрепили его. Но ключевое, наверное, я сказал бы, то, что появился у нас институт частной собственности. Мы построили рыночную экономику. И в 2002 году, вот тот же Рахим давал мне справку, что Казахстан был признан одним из первых из СНГ страной с рыночной экономикой. Это, наверное, ключевое. И миллион триста субъектов предпринимательства, это, наверное, есть то, одно из, наверное, из всех, одно из, наверное, значимых достижений, то, что класс предпринимателей, класс собственных, класс людей активных, предприимчивых, которые готовы взять ответственность, то, что они появились, это, наверное, не только 25-летие. И самое главное, 25-летие мы встречаем в непростое время. Мы встречаем перед серьезными вызовами. И то, что такие дебаты идут, это хорошо. Это говорит градус вот этих вызовов. И сейчас ни в коем случае нам всем не надо расшатывать. Нам нужно садиться. Я вижу, вот Бешимбаев сразу сказал, я готов, я готов на вашей площадке встречаться, вы можете как арбитр выступать, мы готовы встречаться с экспертом и обсуждать. И мне кажется, экспертам тоже не надо от этого отказываться и садиться. Более того, я уже сказал, что группа экспертов, я им признателен, что они готовы на площадке НПП, понимая нашу большую переговоренность, нашу готовность вот так содействовать этому диалогу. Для этого я там, Микен, создан. И они хотят участвовать, и, наверное, такой диалог пойдет. Я считаю, что сейчас в этих условиях этого вызова мы сейчас ищем всякие альтернативы. Сейчас думаем, как нам дальше двигаться в этих условиях. Понятно, что мы не можем жить так, как до этого жили при 100 долларах за нефть. Понятно, что жирные времена кончатся. Как жить? Я считаю, спасение очень простое. Надо делать ставку на малый и средний бизнес. Не на какие-то отдельности. Да, безусловно, президент сказал и четко поставил задачу массового предпринимательства. Это и есть поддержка малых средний бизнес. Это прямая связь. То есть, президент говорит, миллион 300 – это мало. У нас там 2-3 миллиона должны быть предпринимателей. У нас более 50% экономики и занятости должно быть в малом секторе, в малой предпринимательстве, в малом среднем бизнесе. Тогда и будет общество, и будущее страны будет безопасно. И стабильно. Я в этом уверен. И считаю, что 25-летие, встречая вот этим, что министитут частного собственности создали, у нас есть миллион 300 субъектов активных предпринимателей, мы должны только ставку делать на малое. А это значит, что это и налоговое поле, это кредитование, это все проверки, дирегулирование, это все меры поддержки, сокращение доли государства в экономике, открыть больше пространства, воздуха дать частному, поднять, как говорит мой коллега Зинулак Кангенжану, дух предпринимательства, свободу предпринимательства. Вот это, я думаю, что должен быть нашим ответом на все вызовы, чтобы страна дальше развивалась, шла. Ну и завершая, хотел бы сказать про встречи с премьер-министром. У нас 9 встреч. Коллеги, я просто хочу проинформировать о той открытости, беспрецедентной, когда мы обсуждали все вопросы с главой правительства. Я Бахшаем Диршем работаю 3 года, как он первый смир курировал предпринимательством и фактически еженедельном контакте по своим совещаниям. В принципе, я всегда его знаю как человека слова. И вот эта открытость, с которой он выстроил 9 встреч, это фактически еженедельно были плотные встречи. Сразу хотел сказать, было 2 встречи с группой экономистов. Одну из которых, вот я называю Рахим, и вот те ребята молодые, Жарас Ахметов, Галим Косаевнов, Мируэрд Махмутова, вот большая группа экономистов, после встретилась группа уже так зрелых экономистов во главе Уразом Джандосовым, Куликеевым, Сайденовым и так далее. После этого были встречи с молодыми айтичными компаниями, новой экономики. И там тоже есть интересные идеи, которые премьер поддержал. Кроме этого была встреча с региональным бизнесом, крупным, торговыми сетями отдельно, обрабатывающей промышленностью, то есть с банками. То есть вот был круг больших встреч, которые советом по конкурентоспособности. Мы обсуждали различные вопросы, договорились, что мы сейчас будем двигаться. И я очень надеюсь, что сейчас вот дебаты, которые мы сейчас вот выплесли наружу, сейчас они войдут в конструктивное русло. И с ноября мы услышим первые шаги, которые премьер-министр может в выходные мы встретимся, обсудим, и заверить, что мы найдем эти решения. И только так, сообща экспортным мнением, открыто транспорта. От своей линии хотел бы сказать, то, в чем мы где-то не дорабатываем, может не всегда открыто. Вот у нас на сайте, нас вы сейчас критикуют, почему то, почему не сказали, почему. Всем ассоциациям открытым, что все было, это концепция разослана. К сожалению, из 100 ассоциаций, только 11 дали свои замечания и предложения, две недели этот законопроект висел, и то ни один из них не высказался против вот этого порога, который сейчас обсуждается в парламенте. Да. Мы понимаем, это наши уважаемые члены, у них тоже не хватает экспертов. Время летнее. Всегда, к сожалению, вот поправка обсуждает такое время, когда просто кто-то почву не смотрит, на отдыхе, и они попадают. Мы, учитывая все эти вопросы, мы очень хотим, что бизнес напрямую. 1 ноября мы запускаем мобильное приложение Атамикен-сервис. Ну, мы его назвали АТАС, Атамикен-сервис, конечно, чтобы так было удобно. Значит, там будут, просим, мы его презентуем, разошлем, мы год над этим работаем, чтобы фактически вся работа Атамикена была доступна на мобильном приложении. Закачав его, любой предприниматель может видеть ежедневно, любом находясь, в командировке, в рабочем месте, для бухгалтеров, для маркетологов, для директоров, для каждого отдельного сервиса, и в том числе обсуждение всех законопроектов. Оно висит на сайте, вы можете видеть все законопроекты, которые поступают в Атамикен, и нам нужно ваше мнение, нам нужно ваше вовлеченность. И только так мы будем двигаться вперед. Спасибо за наши возможности. Еще на минуту я вас задержу. Буквально тезисно, еще раз подтвердим позиции МПП по этому законопроекту, по самой горячей точке, по НДС. Чтобы тезисно, но было понятно. Значит, мы считаем, первое, сперва нужно оптимизировать все государственные расходы, потом говорить про увеличение налога. Второе, существующее десятикратное повышение, которое джентльменскими договорились, оно должно быть убрано, и правительство это понимает. Нам предложен компромиссный вариант. Мы готовы этот компромиссный вариант принять, но с условием, что до 2018 года мы подготовим нашу повестку дня новый налогокодекс, которым называем простота администрирования и простота самих налогов. И тогда не будет серых зон. Поймите, серые зоны не от того, что если мы там снизим барок, еще больше будет дробиться. Мы еще больше загоним, и депутаты об этом говорят. И мы поддержим, что сложность, то есть мы выгоняя в сложных экономических условиях не выполняем, во-первых, политическое поручение президента, что нельзя повышать, и Россия об этом довела. Почему принципиально важно, и Рахим тоже указывал, он вел у нас в НПП и АЭС, он понимает, мы все должны, это крупный торговый партнер, мы всегда должны на шаг быть впереди наших торговых партнеров. У них экономика больше. Мы за счет своей лучшей юрисдикции, лучших налогов, кстати, на этом форуме, который был с участием глав государств, россияне, 8 выступающих, все сказали, в Казахстане лучший налоговый инвестиционный климат. Поэтому мы работаем в Казахстане. Мы рейтингдуем бизнес последний тоже. И нам нужно это держать. Поэтому я хочу, вот мы понедельник, который будем разговаривать, мы постараемся со своими аргументами. Но я хочу, должен отдать, что Ишимбаев не отказывается от этого диалога. Позицию, пример, я сказал, давайте все-таки страна одна, нам нечего делить. Давайте вместе транспортировать. Мы учимся к культуре этого диалога, о чем и в мае месяце президент сказал. Давайте вместе, сообща, интеллектуально сильный, Атамикен готов выступать вот этим диалогоплощадки, посредникам. Мы открыты к этому диалогу. Спасибо. Спасибо вам большое, Владислав Векович, что вы уделили время. Я напомню, это была программа «Время говорить» и обсуждали мы сегодня, наверное, самый важный для предпринимателей вопрос новый налоговый кодекс. Всего доброго.